Еще недавно здесь была трава и росли деревья. Сейчас территорию захватила спецтехника. В районе улицы Рахи подрядчики работают уже месяц. Сейчас им предстоит вырыть большие траншеи, проложить коммуникации, электросети и ливневую канализацию. Чтобы вода с городских улиц не уходила в реку, установят специальные насосы, которые под напором будут откачивать воду в городскую сеть. Как только все трубы займут свои места, территорию благоустроят. Трудно представить, но уже этой осенью это место преобразится кардинально. Справа будет тротуар, слева белодорожка, а здесь четырехполосная проезжая часть, которая будет вести к реке. Там для череповчан и гостей города откроется прекрасный вид на одну из главных достопримечательностей города – Октябрьский мост. В нескольких метрах от будущей дороги и пешеходной зоны крейдер выравнивает площадку для парковки. И не одной. На территории усадьбы Гальских в этом году появятся три большие автостоянки почти на 740 машин. Мы обеспечиваем инженерную инфраструктуру для того, чтобы затем эта территория была предложена, и мы будем это делать. Обязательно уже есть у нас планы по вхождению туда бизнеса, чтобы эта территория была интересна с точки зрения развития туристического бизнеса, сферы потребительского рынка. Для этого мы создаем условия. Большую стройку на этом месте затеяли неспроста. Проект благоустройства в районе усадьбы Гальских является частью федеральной программы по созданию центральной городской набережной. На эти работы выделили 87 миллионов рублей. А за счет средств инвесторов в будущем здесь планируют построить гостиничный комплекс, спортивные объекты, кафе и рестораны. Все это позволит череповцу стать привлекательным туристическим городом, считают специалисты. Задача сложная, важная, чтобы туристический поток был более равномерный и стабильный для того, чтобы загрузить туристическую инфраструктуру. Но объемы посещаемости череповца постоянно год от года увеличиваются. Турпоток растет и в количестве людей, и в количестве приходящего судового транспорта. То есть мы понимаем, что перспектива есть. Напомним, в прошлом году в рамках проекта построили дорогу и тротуары на набережной от улицы Милютина до Красного переулка. В этом сезоне работы продолжатся. К 2020 году набережная растянется на 3 километра от Ягорского моста до Октябрьского. Татьяна Жданова, Егор Плюснин. Новости. Продолжение следует...